Великолепное пение. Славлю Тебя, мой Господь. Мы все поем, славим Тебя, Господи. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за это время. Молимся, Господь, помажь Его, Иисус. Благодарим Тебя за благодать этой радости, встречи, Господи. Благодать поклонения Тебе, Иисус, благодать освящения в присутствии Твоем. Благослови, помажь все собрание, основную проповедь, дискуссию, Господи. Дай нам также благодать на сосредоточенность и восприятие, Господи, во имя Твое. Молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, давайте откроем с вами Иван Гербуки, первую главу. У меня была тут закладка, она слетела. Итак, первая глава, прочитаем 13 и 14 стихи. Ангел же сказал ему, не бойся, Сахария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и налечешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. И также Бытие, 21 главу, если мы с вами откроем, 6 стих. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Абраму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. И также 18 главу, если мы откроем Бытие, и тоже прочитаем 12 стих. Сара внутренно рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар. Интересно, у нас было замечательное утро по этим ссылкам также. И вот размышляя сегодня над мыслями утренними, я пришел к определенным мыслям, или основной мысли, которую назвал смех, неверие или радость верования. Как мы можем увидеть здесь предложение или утверждение в этих предложениях. Мы с вами видим и этот стих, Евангелие от Луки, где совершилось это чудо. Бог отвечает на молитву Захарии и Иллисаветы, и у них радость. И эта радость также не только для них, но Бог говорит, что эта радость будет всем людям. И похожая картина, которая также утром освещалась у Авраама. И если рассмотреть 18 главу, то мы не знаем, был ли это просто смех, такое неверие или же предвкушение, что такое будет все же. И в 21 главе мы тоже видим с вами, но мы видим уже здесь после случившегося радость, как свидетельство это совершилось. Всякое упоминание о Сыне, безусловно, говорит нам о картине Сына Божьего, это Иисуса Христа. И здесь мы тоже видим этот, можно сказать, двойной отклик у людей, может быть, в этом мире на рождение Сына Иисуса Христа. Если я вспомнил, как я откликался первоначально в течение жизни еще, когда в школе, Саша со времен школы Господь показывал эти картины об Иисусе Христе. И может быть поначалу, может быть поначалу был такой же отклик, смех неверия, да разве может такое быть? И потом уже, когда более ясные картины, и в мире тоже может быть такой смех неверия, да как же, разве может Бог спуститься на землю? Разве может такое случиться? И может быть поначалу смех неверия? Но как здорово видеть эту любовь Иисуса Христа, где Он не останавливается на возможном смехе неверия людей, да, но Он нацелен на то, чтобы спасти каждого. И видя, если Он предвидел спасение, как, например, это произошло с апостолом Павлом, то Он будет продолжать, да, продолжать инициировать, продолжать освящать. И в конце концов, люди, которые призваны ко спасению, что означает, люди, которые откликнутся верою на это послание Бога в Иисусе Христе, у них будет эта удивительная радость, радость спасения. Аллилуйя. И здесь, далее, когда мы уже спаслись, да, Бог желает, чтобы у нас продолжалась эта радость, веселье в Господе Иисусе Христе, в поприще Его. Да, ведь, с одной стороны, мы можем сказать, все только начинается, да, если у нас есть благодать продолжения жизни в нем, на этой земле, то это удивительное привилегие и благодать со стороны Бога. И мы возрастаем в том, чтобы Он являл нам свое удивительное могущество и свою удивительную силу, да, нечеловеческую силу. Например, по-человечески рождение ребенка Усары было невозможно, да, а человеческий взгляд это невозможно. И то же самое, мы можем сказать, в нашей практической жизни со Христом, в нашей практической жизни веры у нас тоже можно отождествиться именно так. Вот в этом плане это невозможно, да, и может сразу на лице появиться смех неверия. А если мы видим свидетельство того, что, ну, победа Иисуса Христа в определенном, в определенной ситуации нашей жизни, то там радость, веселье, да, где Он являет. В чем же дело, да, в чем же суть? Да, мы просто переходим на мысли Божьи в Иисусе Христе, когда Он нам освящает с верою в каждое Его Слово. И там у нас есть возможность и благодать все время переживать эту радость, веселье. Как здорово, что Господь будет продолжать освящать нам все эти удивительные пути Его в нашем хождении вместе с Ним. И мы возрастаем в этом удивительном, в этих удивительных шагах, как, например, написано в Ивсяном 2 главе 8 стихе, что мы ходим осторожно, да, ходим в Его делах. Поскольку если мы будем основываться на самих себя, то там будет человеческое, да, и будет, с одной стороны, определенное неверие или смех неверия. Но когда мы начинаем ходить в Нем, то, я думаю, будет нечто похожее, как у Петра, да, когда он, увидев Иисуса Христа на море, сказал, «Вели мне ходить», да, и он ступил на воду и начал идти. Но когда усомнился, начал тонуть. В чем же заключается суть этого хождения в практической нашей жизни и благодати, радости, верования, да, в отличие от смеха неверия? Суть заключается в том, чтобы просто переходить в Его взгляд, в Его небесные мысли, начиная с того, чтобы нам исполняться Духом Святым, да, пая и воспевая Ему хвалу, и там мы становимся способными воспринимать мысли от Него на каждый день. Там мы видим с вами удивительную истину нашей тождественности, что мы святы, что мы чисты, да, и мы уже... Эта истина не вызывает у нас больше смеха неверия, да, но Дух Сам свидетельствует нам об этом, и мы радуемся в этой удивительной доктрине тождественности с Иисусом Христом. Вот, находясь под этой благодатью, каждодневно освящаясь в Его истине, мы становимся теми, кто продолжают идти вместе с Ним, и, как описывается, как говорит евреям в 12 главе 1-2 стихах, есть кто-то, кто будет совершать все это хождение, да, он начальник и совершитель веры, да. И когда Он освящает все вот эти истины, все эти доктрины истины, и когда мы восприимчивы к Его каждодневным посвящениям, восприимчивы к Его каждодневным маннам, нам все больше и больше хочется этой радости верования в то, что Он совершает. Он уже совершил спасение, но посмотрите на себя, посмотрите на людей в собрании святых, которые продолжают идти в этой радости верования вместе с Ним, поскольку это уже не человеческое, да, и нам нет смысла более бояться, нет смысла более сомневаться, да, потому что мы видим свидетельство того, что Он совершает. И от смеха неверия ничего не остается. Ну, иногда мы падаем, ничего страшного, да, мы, у нас есть благодать на то, чтобы подняться, раскаяться и идти дальше, и наслаждаться в том, что Он совершает. Он исполняет нас Духом Святым, исполняет нас мыслями, влечет нас за Собою, и впереди мы видим, что бы ни происходило, есть эта удивительная благодать, переживание и хождение в радости верования Иисуса Христа. Аминь. Благослови вас Господь.